МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не попадающим в ноты голосом Боярского начинаем наше видео. Нам понадобится дощечка, изолента, кусок пластиковой карты, крышечка от йогурта, наждачка, суперклей, шарик резиновый или не резиновый, проволока, кусок стержня, термостержня, шприц, силиконовый шланг, инструментарий и моторчик от любимой игрушки на радиоуправлении. Также нам понадобится пистолет, термопистолет и блок питания. Да, сегодня делаем, 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 делаем компрессор своими руками. За плечами почти 8 часов непрерывных испытаний, тестов, предлагаемых конструкцией. Но мы, мы все это осилили, собрали для вас оптимальную работу, еще что самое главное, конструкцию компрессора, которая не просто пузыряет, она дует. Она дует мощно, да, друзья. Итак, берем нашу крышечку от йогурта или кефира, или ряженки, или еще чего, и сверлим в ней две дырки. Смотрите, чтобы внутренняя сторона крышки была ровная, ровная, гладенькая. Зашкуриваем от всяких заусенцев, заострений, за вихрений. Далее берем шарик и нещадно его истязаем. Истязаем, развязаем и откладываем. Откладываем сторонку. От ножки шарика отрезаем полоску и обрезаем в виде двух язычков. Получаем такие два язычка, которые у нас будут являться клапанами. Клапанами. Один клапан клеим изнутри крышечки нашей, другой клеим снаружи. Хочу сказать, что приклеить нормально у меня получилось даже не со второго раза. Но ничего страшного. Отрываем, шкурим, клеим заново. Отрываем, шкурим, клеим заново. Да, клеим, смотрим, стараемся, чтобы наш язык намертво не приклеился к дырке. В таком случае от него нет прока. Да. Еще раз напомню, один клеем изнутри, другой клеем снаружи. Пробовал я и автомобильную камеру, и велосипедную камеру, и даже какую-то силиконовую подстилку, подложку. Но должного эффекта не получил. Грешу на то, что материал слишком жесткий. Поэтому остановился на бюджетном шарике. Да, просто, удобно и бюджетно. Далее берем пипку с хоботком нашего шприца и отрезаем кончик. Так, кончик отрезаем. Длина особо не имеет значения. Нам нужно теперь наш наружный язычок спрятать в эту пипку от шприца. Смотрим, чтобы концевая часть язычка ходила нормально в пипке. То есть, чтобы клапан наш был работоспособным. Приклеиваем термоклеем нашу пипку. Почему термоклей? Потому что просто, быстро, удобно и прикольные ниточки тянутся, когда клеятся. Далее берем кусок пластиковой карты. Вырезаем монетку. Вырезаем кругляшок. Срубль пишется раздельно. Да, вырезаем. Затем наш истерзанный шарик берем и обтягиваем нашу крышечку. Обтягиваем и фиксируем, обволакиваем ее бортики изолентой. Это тоже у меня получилось не с первого раза. Но, ну получилось. Да, получилось. Получился такой вот барабан, перепонка. Лишние, ненужные, некрасивые края обрезаем канцелярским ножом. Прямо по крышечке. И обрезанные края фиксируем суперклеем. Либо термоклеем, но в ходе наших испытаний пострадало слишком много термоклея. Поэтому было принято решение использовать суперклей. Потому что термоклей нам еще понадобится. Фиксируем суперклеем края изоленты. Проклеиваем. И откладываем, ждем пока высохнет. Далее берем проволоку. Проволока должна быть достаточно твердой. Не прогибаться. Не болтаться. И сгибаем вот такую тютельку. На одном конце тютельки у нас будет петелька. А на другом конце у нас будет опора. Для того, чтобы приклеить ее к срублю нашему пластиковому. Далее на барабан капаем клей. Суперский клей. Приклеиваем нашу пластиковую монетку. И на пластиковую монетку приклеиваем нашу тютельку. Ждем пока высохнет. Для большей надежности можно зафиксировать еще и термоклеем. Откладываем. Далее берем все ту же самую проволоку. И теперь нам необходимо сделать вал на наш моторчик. Вал у нас будет не отцентрован. На моторчике у нас была вот такая шестеренка пластиковая. Ее я снимать почему-то не захотел. Прямо на шестерне обжимаем. Если у вас нет такой шестерни, а торчит просто вал металлический. Для этого берем термостержень. Отрезаем от него такую таблеточку. Втыкаем кусок проволоки. И фиксируем стержень на валу. Это даже будет удобнее. Все. Видим тоже. Все это может так вот крутиться. Вертеться. Отлично. Далее. Берем наш барабан с тютелькой. Навешиваем петельку. Навешиваем петельку и наш моторчик термоклеем. Отлично все это фиксируется, приклеивается. Затем. Затем, затем фиксируем наш барабан. В общем-то основная сложность заключается в регулировке. Регулировке расстояния между барабаном и моторчиком. Чтобы ходило без всяких затруднений и заносов. Да, фиксируем хорошо. Термоклея у меня осталось мало. Поэтому немного ощущается вибрация. Навешиваем дальше наш шланг силиконовый. Берем блок питания. Блок питания с регулировкой. У меня с регулировкой напряжения. От 1,5 до 12 вольт. Таким образом можно регулировать мощность нашего компрессора. В принципе можно взять зарядник от сотового телефона. Либо простой блок. Допустим с 12 вольтами напряжения. Решено было зафиксировать наш компрессор. Приклеить его к столу. Вследствие небольшой вибрации. Видим прямо шланг сдувает потоком мощного воздуха. Мощным потоком воздуха. Но компрессор работает. И он очень хорошо дует. В принципе на этом все. Спасибо что были с нами. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу. В группу ставьте пальцы вверх. А прекрасную половину нашего человечества. Хочу поздравить с прошедшим праздником. Международным женским днем. До новых встреч друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!